Здравствуйте, приветствуем вас на канале Европлант Лайф. Сегодня мы продолжаем беседу с Ладой Кулыгиной, садоводом, садовником, ландшафтным дизайнером в саду, который она взяла на уход. И сегодня она нам расскажет о том, как обрезать яблоню в конце июня. Здравствуй, Лада. Здравствуй. Здравствуйте, друзья. Всегда говорят, что все плодовые надо обрезать до начала вегетации, и никогда не слышал, что оказывается их еще можно и нужно обрезать в июне. Ну, послушай, вообще деревья можно обрезать когда угодно, на самом деле. Ну, можно, да. Можно, можно. Просто мы должны, опять же, разумно подходить ко всему. Вот этот сад мы взяли не на уход, нас позвали здесь навести порядок, да. И когда мы приехали, вот эти яблони цвели уже, и тут был лес, который мы вырезали, выпиливали. Мы выпиливали их цветами. С цветами. У меня даже видео есть. Душевоздирающее зрелище. Нормально все это было. И что мы видим? Мы видим, все в порядке. Яблоки есть. Даже яблоки остались. Даже яблоки остались. Ну, потому что цветов было очень много. Вот. Дальше, после обрезки, я очень люблю, это называется прищипка. Летняя мы делаем ее. И что мы получаем, когда мы это делаем? Мы получаем, во-первых, меньше работы осенью. Нам не нужно... Меньше работы, это прекрасно. Да, нам не нужно выпиливать. И очень легко можем формировать крону дерева, да. Если это не запускать, то наши садовые будни превращаются в праздник. То есть, вы весной сделали скелетные ветви, отрезали все лишнее, а сейчас мы имеем волчки. Ну, да, и волчки в том числе. И вот это как раз... Самое время это отрегулировать. Волчки появляются именно когда обрезают, уже поздно растение, да? Оно начинает реагировать. Нет, нет, когда сильно обрезают, скорее всего, да, да, радикально. То есть, когда мы тут сильно снизили крону, да. Волчок, если я понимаю так правильно, это растущий вертикальный побег этого года, прирост. Ну, смотри, здесь я бы не сказала, что это волчки, но это большое яблони, большое дерево, да. Например, вот это вот типичный, мне кажется. Да, да, вот это типичный, да. Просто яблони крупное дерево, и оно стремится все время ввысе. А мы хотим яблоки рвать здесь, где-то рядом, да. Ручками заставать, да. Поэтому мы должны держать ее каким-то образом. Вот, и для этого летняя прищипка подходит как нельзя лучше. Мы берем... Мы даже не используем инструмент, да, я так понимаю? Ну, вот сейчас можно не использовать, да, мы можем легко. Если мы пропустили этот момент, когда вот эти побеги мягкие, да, тогда нам придется взять секатор. То есть, они еще не древесневевшие. Да, вот мы взяли, вот у нас ветка, вот она вся, целиком, мы ее видим. И мы оставляем только вот побеги, которые на концах. А остальные мы берем и оставляем две-три почки и просто прищипываем. Ух ты, опять вот так вот, да, радикально? Да, радикально. Что мы получаем? Мы получаем, мы как бы, это называется заплодушить, да. Мы получаем впоследствии плодовые веточки, на которых в следующем году уже будут цветы и урожай. Вот этот не трогаем. Ага, а почему этот не трогаем? Ну, а, у нас должны ветки расти, чтобы он не упустил. То, что остается на концах, да? Да, да, мы их оставляем. И потом осенью, либо весной мы это формируем уже, убираем лишние плодушки, которые нам не нужны, и кончики подрезаем. Вот, ну, то есть это сейчас делать, это очень приятное занятие. Ну, то, что можно не пользоваться инструментом, да. То есть на это можно потратить, там, на одну яблоню, чтобы сейчас ее общипать, ну, по часу. А если оставить это до следующей весны, то это придется уже или секатором, или выделить? Да, да, ну, конечно, вот эти побеги станут толстенькими, они будут толщиной с карандаш не меньше, и нам придется брать инструмент и резать опять все это дело. А когда мы прищипываем, ну, все, вот мы сделали. И это тоже лучше всего делать, я так понимаю, как только они отросли, то есть июнь для этого самый подходящий месяц. Да, ну, да, основной напор идет сейчас. Потом мы общипаем, а они еще будут давать какие-то, но уже не так активно. Скажи, ну, а вот волчки, о которых я сказал, вот это вертикально растущий побег. Не надо ли его вырезать на кольцо? Нет, ну, здесь не надо. Здесь его достаточно. Несмотря на то, что он растет вертикально. Да. Слушай, ну, есть еще такой способ хороший, когда ты надламываешь ветку вот так вот, и все. И все, и что? И все, и она растет вот так дальше. Да это что, она не отвалится? Нет, не отвалится. И на ней будет уже, это будет уже готовая плодовая ветка. Чудеса. Да, прям вот так. Нет, ну, для меня это вот действительно новая информация. У меня есть яблони, которые тоже пытаюсь укоротить постоянно. Она у меня волчит, обрастает, я ее режу, и это повторяется ежегодно. Возможно, что я, если ее еще и летом немножечко подкорректирую, у меня будет меньше работы и осенью, и весной. Да, конечно. И, например, вот такие вилки мы не оставляем никогда, да? То есть вот конец побега, на ней осталось вот два. Два конкурирующих побега. Мы всегда убираем тот, который сильнее, тот, который выше. И всегда переводим на нижнюю почку. Ага, то есть листик, который растет к низу. Почка, которая снизу, ветки. Ну, почки там никакой пока нет, а пока есть листика. Поэтому я говорю листик, чтобы было понятно, правильно? Нет, ну, нет, неправильно. Вот она почка. Ну, вот видишь, веточка, да? Мы переводим, ослабляем ветки всегда, переводим на нижнюю. То есть вот у плодовых это самая важная такая часть, да? Мы должны понимать, что мы обрезаем. То есть вот так вот, да? Не по дугам, режь прямо, ну, да, вот так, да, обрезай. Вот. Вот. Правильная обрезка. Правильная обрезка. Угу. Все. Я думаю, что мы показали прекрасный мастер-класс, продемонстрировали, что я очень люблю наглядно, как это делается. Лада, тебе огромное спасибо за консультацию. Так что, дамы и господа, предлагаю всем обратить внимание на наши яблони, не запускать их до полувозрастания, чтобы упростить себе работу осенью, жизнь, да, и весной. Наслаждаться жизнью с садом. Наслаждаться жизнью с садом. Немножечко, да, пощипать. С вами был канал Европлант Лайф, Лада Кулыгина и Андрей Смирнов. Всего доброго. Благодарю за внимание. Надеюсь, мы были вам полезны. Продолжение следует...